Сегодня 2 декабря 2018 года, мы находимся в интересном месте, это называется Айзона Здесь проводится Агрохакатон 2018, посвященный сельскому хозяйству и аспектам продвижения сельского хозяйства Вот Андрей Викторович, и здесь вот хотел бы представить интересную установку, которая всех очень, я думаю, так удивляет Андрей Викторович, представьтесь, расскажите, что вот у вас за волшебная такая установка, она чем-то очень необычная явно Добрый день, я в команде Алана Эко на Хакатоне Элефант Фонда представляю установку Биодрам И сейчас расскажу вам о том, для чего она была создана Эта установка создана для выращивания микроводорослей, которые являются незаменимым источником полезных веществ питательных И с ними связаны серьезные надежды ученых и не только ученых на решение продовольственной проблемы и вопросов безопасности продуктов питания А также улучшение качества жизни людей и их продолжительности за счет использования препаратов из микроводорослей как биологически активных добавок к питанию Вот, и вот, позволите, я представлю установку Достаточно такая большая установка, потому что это целый прям-таки технологический процесс, ну в микрообъеме, наверное То есть это лабораторный прототип установки, который создан для подтверждения гипотез выращивания урожая микроводорослей в условиях арбитропизма То есть в центре расположен источник света для процесса фотосинтеза И спиралевидный биореактор позволяет экономически эффективно и энергетически малозатратно выращивать микроводоросли Автоматизация полная, то есть выращивание идет в закрытом контуре Что исключает попадание различных вредных организмов, содержащихся в воздухе Так как воздух проходит обеззараживание при попадании Спор различных микроорганизмов Вот, наверное, которые могут привести к тому, что продукт может быть испорчен Либо может оказаться небезопасным для употребления Так как сама суспензия, она предполагает потребление для кормов, для человека Может использоваться как биологически активная добавка А также использоваться как компонент для получения новых препаратов в фармацевтике и в косметологии А вот водоросли, это зеленые водоросли? Один вид или несколько? Это микроводоросли Установка универсальная В данный момент, вот вы видите, выращивается суспензия хлореллы И сейчас в ней хлорелла Вот зелененькая, которая как бы падает вниз, это пузырьки воздуха? Это пузырьки воздуха, да Потому что микроводоросли это одноклеточные низшие растения И вот именно такой зеленый цвет они придают суспензии Кроме микроводорослей хлореллы Мы можем рассматривать установку для вращения различных других микроводорослей Которые требуют других несколько алгоритмов выращивания и сочетания различных параметров И это, ну например, могут быть микроводоросли, которые содержат такой пигмент, как астаксантин Который является самым мощным природным оксидантом в мире И его большое количество содержится в панцирях ракообразных Но так как ракообразные, в общем-то, достаточно ограничено количество их на земле Поэтому микроводоросли обладают существенным потенциалом для выращивания вот таких вот И получения полезных субстанций, которые можно применять, опять же, как в косметике, так и в фармацевтике Вот И могу кое-что добавить немного по конструкции установки А вот и где, допустим, они собираются? Я понимаю, что внутри вот этих колб находится как бы как молоко, а не субспензия Абсолютно верно Как бы получается вообще процесс как запускается То есть существует маточная культура микроводорослей и питательный раствор То есть совместно с водой они поступают в установку После чего добавляется воздух и углекислый газ, который является кормовым компонентом для микроводорослей Кроме того, что они полезны, они еще утилизируют углекислый газ То есть есть такая функция у них И выделяется кислород То есть после того, как они поступают Это колонна для пропотажа, где воздух смешивается с углекислым газом Полностью контролируется содержание СО2 Вот баллончик углекислого газа как раз Вот вы видите баллон углекислого газа Для того, чтобы шел процесс выращивания То есть вот установка в данный момент демонстрируется Мы ее собрали позавчера вечером здесь То есть загрузили реально суспензию И вот сейчас идет процесс роста Она действительно растет То есть она действительно растет, развивается И этот продукт, в общем-то, абсолютно рабочий То есть это не какая-либо там имитация Или просто демонстрация Это реальный процесс идет выращивания Но это установка лабораторная А вот маточная культура, флорелла Она живет у вас там долгое годы, допустим Или обновляется как-то? Дело в том, что после загрузки После того, как, скажем, маточный раствор вы запустите Вам не обязательно его, чтобы он у вас долго жил Потому что хлорелла фактически как бы После достижения уровня Определенного количества уровня клеток на миллилитр По исследованиям ученых Эффект, который оказывается в хлореллах Диапазон где-то 20-25 миллионов клеток Достаточный для получения того эффекта На который рассчитывается от суспензии Так вот, за несколько дней вы получаете Уровень содержания клеток именно рабочий И после этого фактически вы ежедневно Имеете возможность уборки урожая в виде суспензии Но не в полном объеме А соответственно, то есть сколько можно слить Для того, чтобы на следующий день Добавив питательные вещества То есть уже не нужна будет монокультура То есть питательные вещества и вода Вот, и хлорелла опять даст урожай вам на следующие сутки Просто через какое-то определенное установленное Автоматическое в вашем режиме Да, вот Есть в этом режиме То есть существует в установке Встроенный датчик плотности суспензии Который показывает, что суспензия созрела И включается автоматически То она уже не надо ее пересыщать Абсолютно верно Да, то есть как бы, ну, вы поймите Нет смысла повышения большего количества клеток Если вам не нужен концентрат для какого-то До уровня сметаны Перемещения там, возможно, на какие-то дальние расстояния Вообще идея следующая Что объем суспензии должен быть рядом с потребителем То есть так как свежая хлорелла Свежая, как молочко Как молочко или как свежесваренный кофе А ее нужно потом как-то стерилизовать Или считается, что она уже чистая Нет, в данном случае она чистая И, в общем-то, ее можно потреблять Вот вы видите, у нас на столе там стоит хлорелла Которую мы сами пьем И у вас как-то из крантика Уже выдается продукт Нет, это просто Который можно набрать и попробовать А вообще, то есть идет выдача готовой продукции После того, как датчик показал, что плотность достигнута Отбирается порциями Да, отбирается определенное количество Значит, кроме, скажем так Конструкции спиралевидного фото-биореактора Реализована гипотеза влияния ультразвука На усваиваемость питательных веществ клетками Обрабатывается еще ультразвуком? Да, то есть установка оборудована ультразвуком То есть стоит ультразвуковый генератор Который позволяет, так сказать, стрессировать клетки И они интенсивно делятся Интенсивно делятся за счет того, что более активно потребляют питательные вещества А вот у нас в Украине или в мире хлореллу Как распространяют потребители в суспензии или в твердом виде уже? С сожалению, на сегодняшний день в Украине Рынок хлореллы Есть несколько производителей Которые выращивают хлореллу В общем-то методами из 70-х в аквариумах Проб и ошибок таких? Ну не только Нет, просто это какая-то определенная стандартная процедура Но она затрудняет автоматизацию И более энергозатратно Чем тот вариант, который вы видите А у вас уже автоматизированы С оптимальными условиями Абсолютно верно С чистотой Полностью, да И самое главное, чистота То есть вы можете использовать ее Знаете, что там только то, что вы туда отправили на рост А не какие-нибудь неожиданные субстраты Микроорганизмы, которые пропали А вы какую организацию представляете? Научно-исследовательскую, коммерческую В данный момент это разработка компании AlanaEco AlanaEco это команда разработчиков Мы в разное время окончили Ну все окончили Николаевский университет кораблестроения Ранее Николаевский кораблестроительный институт И у нас ряд разработок И все они направлены на то, чтобы подтверждать Выращивание живых организмов в условиях арбитропизма Вокруг источника света И решать продовольственные проблемы Которые надвигаются на наш мир в будущем Потому что ограниченное количество пахотных земель Не позволяет интенсифицировать особо уже получение продукции с них А население земли увеличивается и гарантированно увеличится потребление То есть мы должны получать новые решения для кормов и для человека Ну это в будущем, а в настоящем фармацевтике это используется, допустим, у нас или не у нас? В настоящий момент очень серьезный опыт использования той же хлореллы в Японии Она используется как для продуктов питания Хлеб идет, есть у них хлорельный хлеб Великолепные японцы делают ольгальные маски Многие женщины, которые пользуются, знают об этом эффекте Возможно в Украине меньше Но мы думаем, что это продукция, которую надо популяризировать в Украине Надо предлагать потреблению, показывать эффект И человек, увидев эффект как для себя Тот, кто потребляет, либо производитель кормов Который работает с производителями птицы, с животноводами Увидев эффект, будут ее активно заказывать Например, очень здорово влияет даже популярный в Украине продукт мед Если семью пчел подкармливать хлореллой в определенных небольших пропорциях По тем опытам, которые есть, медоносность повышается до 40% с одной семьей Как белковую добавку Кроме того, что белковая добавка Это суспензия хлореллы Содержит сильнейший природный антибиотик И в общем-то способствует здоровью живых организмов Без применения синтетических антибиотиков И соответственно, если вы возьмете ту же курятину, которая выращивается по технологии На сегодняшний день, очень активно применяются антибиотики Которые мы с вами вынуждены потреблять за неимением альтернативы Либо очень дорогих вариантов альтернативы Те же микроводоросли позволяют получить более качественное мясо Вкусное, не снижая поголовье Поголовье падеже не увеличивается Соответственно, уменьшается за счет применения хлорелл И имеется привес А те же яйца, если не сушка, выпаивается хлореллой Получают больший объем того же каротина И являются более ценными Ну и кроме того, более крупными А вот и методика применения, как вы сказали, суспензии выпаивается Да, суспензия Применяется в виде жепестей Выпаивается, да То есть мы по исследованиям видим, что максимально эффективный идет процесс При выпаивании Причем здесь живой хлорелл Абсолютно верно Живой хлореллы, когда живые организмы, потребляющие ее, получают максимальный эффект Поэтому реализован такой принцип Когда вы при необходимости будете иметь ежедневно Сверху хлореллу в необходимом вам количестве К нами на сегодняшний день разработана конструкторская документация на промышленный образец И вот участие в конкурсе Мы рассматриваем как один из путей для финансирования производства промышленной установки прототипа Его сертификации, получения технических условий Для запуска, в общем-то, производства уже на другом уровне А вот уже выпускать, допустим, практически в твердом виде ее не стоит? Или это на будущее? То есть... Когда это корма, вы говорите, или должно быть много? Дело в том, корма получается, вы точно так же Тех же куриц, телят, свиней Вы ее используете для выпаивания Поэтому вопрос основной сухих, да, это логистика Логистика Вот такой вариант позволяет вам логистику решить И, в общем-то, сочетание выпаивания плюс экономии корма За счет того, что хлорела дает такой эффект Потому что, я забыл сказать, содержание протеина в хлореле Достигает более 60% То есть это намного больше, чем даже тот же соевый шрот, который считается ценнейшим источником протеина растительного И используется в комбикормах А вот ваша группа уже какую-то небольшую продажу продукции производит? На сегодняшний день, фактически, как бы мы отработали алгоритмы выращивания И это лабораторный образец, который допускает небольшие продажи Небольшие порции Но его несколько иные цели А продажи все-таки мы рассчитываем запускать после производства и сертификации промышленной установки Даже более такой, более солидный Абсолютно верно То есть это установка с содержанием около 240 литров объема То есть если говорить о 75 литров То есть там 240, при том с сохранением энергозатрат То есть гораздо более энергоэффективно, допустим, по сравнению с этим Но это все-таки лабораторная установка для отработки гипотезы и алгоритма выращивания Да, вам большое спасибо Очень интересно Очень познавательно И оказывается, в большую пользу хлорелла не только теоретически, а может даже практически Потому что я лично только читал в книжках и в журналах, что есть такая волшебная хлорелла А так никогда ее не видел Живьем, кроме как под микроскопом, наверное Понятно Спасибо вам большое Спасибо за успех И чтобы будут вопросы, мы можем указать ваши данные И народ может спрашивать конкретные вопросы Мы поделимся реквизитами с вашими зрителями Да, и успехов вам и в конкурсе, и в продвижении научной и коммерческой части Спасибо большое Спасибо Вам спасибо Спасибо